Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о поддержке бизнеса в Арктике. Но какой будет стоимость входного билета в зону преференции и льгот? Об этом сегодня шла речь и в Агентстве регионального развития. По сути, вся арктическая зона России, куда входит частично территория Архангельской области, получит режим, по сути, такой специальной экономической зоны. Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков рассказывает о налоговых льготах и нефинансовой поддержке, которая будет специально оказана бизнесу на севере. Например, снижение размера страховых взносов, нулевая ставка по нескольким федеральным и местным налогам. Безусловно, будет и ряд требований. Резидентами арктической зоны могут стать коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, реализующие либо новый проект, либо новый вид экономической деятельности. Сегодня в законопроекте есть планка, в том виде, в котором он внесен в Государственную Думу, что при всем при этом нужно минимум вложить в проект 10 миллионов рублей. Но замминистра отмечает, есть предложение дифференцировать стоимость входного билета и сумму минимальных вложений, скорее всего, сократят до трех, а возможно до одного миллиона рублей. Профильный комитет Госдумы уже одобрил проект о господдержке бизнеса в Арктике. Оператором, который будет работать с потенциальными резидентами, вероятно, станет наше агентство регионального развития. Что нас ожидает в ближайшей перспективе? Какие тренды создадут федеральное правительство? И те возможности, которые для вас, для бизнеса, в сегодняшний день будут возникать. И, соответственно, мы, со своей стороны, как региональная власть, как и федеральная, ожидаем увеличения инвестиционной активности на арктической территории нашей Арктической области. Кроме того, президент Владимир Путин уже подписал указ, утверждающий основы государственной политики России в Арктике до 2035 года. Подчеркнута важность развития Северного морского пути, а сама территория провозглашается стратегической ресурсной базой для ускорения экономического роста. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Регион 29.